Это новости на телеканале Губерния 33 в студии Андрей Белов. Здравствуйте. Говорим о главных событиях к этому часу. Начинаем выпуск с дорожного происшествия. Во Владимирской области сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь по автомобилю, за рулем которого находился пьяный водитель. Он решил скрыться от госавтоинспекторов, но ему это не удалось. ЧП попало в криминальную сводку федерального МВД. Во время патрулирования территории в районе деревни Ручей Ковровского района, внимание сотрудников полиции привлек автомобиль «Лада». Госавтоинспектор потребовал, чтобы водитель остановился, но он увеличил скорость и продолжил движение в сторону города. Полицейские начали преследовать его и по рации сообщили коллегам о нарушителе. Правонарушитель опасно маневрировал. Неоднократно выезжал на полосу встречного движения. Для остановки транспортного средства один из полицейских применил табельное оружие, выстрелив вверх, а затем по колесам автомобиля. Открываю стрельбу! Последнее предупреждение! Стреляй! Стреляй по колесам! Но даже после этого водитель продолжил движение. Совершил столкновение с патрульным автомобилем, задел рекламную конструкцию, после чего машина перевернулась. От водителя пахло алкоголем. Медицинское освидетельствование подтвердило, что задержанный был пьян. Полицейские составили протоколы. Автомобиль изъят и помещен на спецстоянку. Продолжаем выпуск. В Гусь-Хрустальном районе обрел покой солдат Великой Отечественной войны. В 80 лет он считался пропавшим без вести. Благодаря поисковикам солдата с воинскими почестями перезахоронили в селе Великодворье. Подробности далее. Останки бойца поисковики нашли в Старорусском районе Новогородской области. Установить его личность помог самодельный медальон. Захар Рубцов погиб 17 октября 1943 года. Его отряд был вытеснен вражеским огнем с места дислокации. В результате бойцы попали на заминированную территорию. 80 лет солдат считался пропавшим без вести. Это же длилось годами, десятилетиями. И вот Рубцов, Захар Андреевич прибыл, будем считать, на родную землю, родственников. В медальоне Захара Рубцова поисковики нашли гильзу с запиской, поэтому уцелевшему кулачку бумаги его смогли опознать. В ходе поиска в социальных сетях откликнулись внуки и правнуки солдата. Потомки Захара Рубцова выразили желание похоронить прах воина в селе Великодворье рядом с могилами жены и детей. Великий русский полководец Александр Васильевич Суворов сказал, когда будет захоронен последний солдат, будет окончена война. Вот к этим крылатым словам, скажем, великим полководцам мы должны с вами придерживаться. Поисковики считают, Великая Отечественная война для нашей страны продолжается и сегодня. До сих пор в безымянных могилах множество наших павших советских солдат-офицеров, ополченцев и партизанов, не погребенных подобающим образом. Мы будем помнить ее до тех пор, пока будем живы и будем стремиться быть достойными тех людей. Мы ни на секунду по мужеству героизму к ним не приблизимся. Они отдали самое дорогое, что у них было. Свою собственную жизнь за нас с вами. Для участников поискового движения это уже 55-я по счету погребальная церемония на Владимирской земле. Герои Великой Отечественной упокоились на своей малой родине. И все благодаря людям, которые считают своим долгом увековечить память защитников Отечества. Андрей Белов и Дмитрий Базаров. И к другим темам. В городе Донецкой Народной Республики Докучаевский появится улица Владимирская. Завершено народное голосование по переименованию ряда объектов в честь дружбы 33-го региона и нашего подшефного города. Предлагалось три варианта. Больше всего голосов было отдано за переименование Октябрьской в улицу Владимирскую. Так решили 63% опрошенных. Результатами в соцсетях поделился глава администрации Докучаевска Александр Качанов. Этим летом вместе с губернатором Александром Абдеевым он посетил объекты, которые восстанавливают наши владимирские специалисты. И к другим новостям. Два дня подряд в столице региона проходил семинар для руководителей волонтерских муниципальных штабов. Его организовал ресурсный центр поддержки добровольчества и реализации молодежных инициатив Владимирской области. Также в патриарших садах состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов. Все подробности расскажем прямо сейчас. Главная миссия этих людей – помогать другим. Самое востребованное направление – социальное. Добровольцы встречают детей из подшефного города Докучаевска, собирают помощь для участников СВО дважды в неделю, провожают бойцов на Донбасс. Чтобы более эффективно помогать людям, добровольцам нужна перезагрузка. Интенсив проходил два дня подряд. Как правильно двигаться, с чего начинать, как сделать добровольчество в регионе более массовым, более отзывчивым и более распространенным. И чтобы в нашем регионе было сделано как можно больше добрых дел. Волонтерство – это уникальный социальный феномен, который проникает во все сферы нашей жизни. Задачи перед добровольцами стоят разные, есть сложные проекты. Как правильно выстроить работу с чиновниками и обычными людьми, участникам семинара, рассказали эксперты. Получить инструменты для их работы, для того, чтобы можно было объективно и правильно пользоваться платформой Добро.РФ. Потому что эта платформа не только для того, чтобы находить добрые дела, не только создавать добрые дела, и не только находить волонтеров на свои мероприятия, но и пользоваться полноценной всей той CRM-системой, которая бесплатно и в рамках этой платформы существует. Практически у всех, кто делает добрые дела, есть волонтерская книжка. Участников образовательной программы обучили, как сделать, чтобы им засчитали время, потраченное на добровольчество. Важно подтвердить информацию. Электронные часы, потраченные на участие в важных акциях, дают преимущество абитуриентам. Всем поступающим в колледжи и вузы за добрые дела начисляются дополнительные баллы. Я думаю, что каждый участник семинара получил для себя огромный багаж знаний, эмоций, и завел новые контакты, и обязательно примет их к себе в работу. Надеюсь, что такие события будут проходить для нас еще в ближайшем будущем, и, надеюсь, встретиться со своими коллегами еще не раз. Также в Патриарших садах состоялась церемония награждения финалистов областных конкурсов, в том числе «Важное дело». Из 100 проектов эксперты выбрали лучшие. Пять участников стали лауреатами первой степени, еще 45 заняли второе и третье места. Среди победителей – управление культурой и молодежной политики администрации города Коврово. В октябре в городе Оружейников состоится конкурс «Мистер и миссис студенчества-2023». Благодаря поддержке правительства Владимирской области он пройдет на самом высоком уровне. Мы готовим с нуля сценарий, договариваемся со спонсорами, находим желающих участников, придумываем для них конкурсы, соответственно, все проводим сами. В этом году мы выиграли грант, поэтому все будет более масштабно. Еще один проект из Коврова занял третье место. Школьники хотят организовать полевой лагерь для юных пожарных. Ребята усиленно тренируются и мечтают в будущем стать сотрудниками МЧС. Я пошел в этот класс, потому что мне довольно-таки понравилась инициатива быть пожарным. И, возможно, если пройду по баллам, то пойду дальше связывать свою жизнь с МЧС. Победителей призеров наградила замминистра образования и молодежной политики. Елена Янина отметила, что уровень проектов с каждым годом повышается. Растет и количество участников. В этом году благодаря поддержке регионального правительства молодые люди реализуют свои проекты в сфере добровольчества, окажут помощь молодым семьям с детьми, проведут экологические акции и спортивные события. Ирина Начарова и Артем Михайлюта. Занятия спортом в этом году для жителей 33 региона стали доступнее. Во Владимире открыли еще одну спортивную площадку, на этот раз у гимназии номер 32. Спортивная площадка многофункциональная. Здесь можно играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол, а зимой кататься на коньках и играть в хоккей. На площадке установлена система освещения, что позволяет заниматься спортом и в вечернее время. Главное помнить, что работает комплекс до 22 часов. Площадку построили по программе «Газпром детям». Я надеюсь, что вот эта программа будет продолжаться. Нам очень нужны такие многофункциональные спортивные площадки на территории города, чтобы у нас был доступ всех желающих жителей, да, и в данном случае школьников, заниматься на качественных площадках с культурой и спортом. А глава города уделяет этому огромное внимание, постоянно обсуждает и на планерках, и так далее, все моменты по поводу развития инфраструктуры, физкультуры, спорта и молодежной политики. Всего в том году во Владимирской области по профильной программе «Газпром» открыли 15 спортивных площадок, три из них в столице региона. Представители власти уверены, новый спортивный комплекс в спальном районе города будет востребован у местных жителей. Очень важно, чтобы подрастающее поколение имело возможность развиваться, и физически в том числе, но я бы сказал, наверное, так. Конечно, очень важно, что эта площадка расположена на стадионе, на стадионном гимназии, где обучается очень много детей, но она также расположена и в центре спального района. И это тоже очень важно, потому что при желании жители домов любого возраста могут приобщиться к активному образу жизни. На этом наш выпуск завершен. За развитием событий следите на сайте trc33.ru и в социальных сетях. Если у вас есть интересная информация, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь. Итоговый выпуск новостей в 19.00 подведет моя коллега Ксения Садова. Не пропустите.